А что? Вы сказали, что можно взять просто так. Разрешили пенсионеров. Вы пенсионеры сошли. Сказали, что продавец убежал и не хочет. Кто разрешил? А кто разрешил? И в армию, и еще как-то густные воинские учутся. Значит, он получается нелегально здесь. А кто разрешил-то? Народное дружино. Руки возьми. Руки возьми. Я встаю, я никуда не везу. Я никуда не везу. Я здесь полиция подойдет. Что вы? Я тебе предупреждаю. Один раз. Я использую. Я тебе предупреждаю. Два раз. Во время бандитского налета ультранационалистической группы «Русская община на мигрантов» в Екатеринбурге местные жители из числа русских не стали терять времени зря и набрали полные пакеты фруктов и овощей. На вопрос, собираются ли они заплатить за продукты, они ответили – нет, они же нелегально торгуют. Что тут скажешь? Не знаю даже, что и сказать. Это мерзко и подло. Этот русский мир нам что ли предлагается? Нет уж, спасибо. Себе его оставьте. Дорогие братья и сестры-мусульмане. Уважаемые подписчики и случайные посетители YouTube-канала «Чеченец». В связи с тем, что в России хотят запретить YouTube, я решил создать дополнительный канал в мессенджере «Телеграм» с одноименным названием «Чеченец». Желающие могут подписаться на мой «Телеграм-канал». Тогда мы не потеряем друг друга в случае блокировки YouTube на территории РФ. Ссылку на мой «Телеграм-канал» вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео, а также в описании к этому видео. Если вы не находитесь на территории оккупированной Чечни, то подписывайтесь, ставьте лайки и по возможности делайте репосты. В связи с повышенной опасностью жителям оккупированной Чечни подписка на этот канал не рекомендуется. Жителям Чечни лучше смотреть без подписки, а также на всякий случай ставить дизлайки. В этом проблем нет. Дизлайки, так же как и лайки, продвигают видеоматериалы. Жители Чечни также на всякий случай могут оставлять гневные комментарии в мой адрес.